Мой доклад будет продолжением того, что предсказал Дмитрий Анатольевич, что уклон уже будет сделан не в клинику, а перспективы создания вакцин против коронавирусной инфекции. Коронавирусы, согласно классификации, относятся к семейству коронавиринаи, которое состоит из четырех родов. Это альфа, бета, гамма и дельта коронавирусы. Классификация, как и у всех остальных вирусов, происходит на основе филогенетического родства и структуры геномных последовательностей. Известно, что альфа и бета коронавирусы инфицируют только клетки млекопитающих, в то время как гамма и дельта вирусы способны инфицировать птиц, а также некоторые виды млекопитающих. Альфа и бета коронавирусы обычно вызывают респираторные заболевания у человека, и известно на данный момент всего семь коронавирусов человека. Это SARS, это MERS, это SARS-CoV-2, о котором сейчас пойдет речь, которые вызывают тяжелый острый респираторный дистресс-синдром, а также еще четыре сезонных коронавируса, здесь они представлены на слайде, не буду их перечислять, которые вызывают легкие заболевания верхних дыхательных путей. Хотя в некоторых случаях также могут наблюдаться тяжелые инфекции, в частности среди новорожденных, детей и лиц пожилого возраста. Вирусы NL-63, вирусы 229Е относятся к группе альфа коронавирусов сезонные, а остальные все вирусы относятся к группе бета-коронавирусов. Что касается происхождения этих вирусов, то основным природным резервуаром считаются летучие мыши, и, как вы видите, 5 из 7 вирусов, они изначально произошли от резервуара летучих мышей через отличные промежуточные хозяева. При этом два коронавируса, это OC-43 и HQ-1, они изначально имеют происхождение от грызунов. Соответственно, эволюцию я затрагивать здесь не буду, скажу лишь только то, что новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID, также имеет происхождение летучих мышей через некого промежуточного хозяина. Геном всех РНК коронавирусов имеет длину около 32 тысяч нуклеотидов, и для РНК саджащих вирусов этот размер является одним из самых больших. Геном кодирует 4 основных структурных белка – это белок С или белок спайка, белок оболочки Е, белок мембраны и нуклеопротеин. Кроме того, коронавирусы экспрессируют еще несколько минорных структурных белков и около 16 неструктурных белков, которые выполняют различные функции от некой помощи в репликации вируса до взаимодействия с организмом-хозяином, и, в частности, участвуют в выключении врожденного иммунного ответа. Ключевым белком является С-белок. Именно он отвечает за интернализацию коронавирусов и определяет рецепторную специфичность. Одновременно этот же белок является главной мишенью нейтрализующих антител. Этот белок состоит из двух частей – С1 и С2. С1 область содержит Н-концевой домен и рецептор-связывающий домен, который рассматривается как основной антиген для создания вакцин против коронавируса. Область С2 содержит пептиц-слияние, два гипотадных повтора и трансмембранный участок, который заякоривает этот белок на поверхности вирусной мембраны. Пространственная структура этого белка была определена достаточно быстро. Уже в феврале появилась первая работа, где методом криоэлектронной микроскопии пространственная структура белка коронавируса была достаточно подробно изучена, и проведено ее сравнение с аналогичными С-белками от других коронавирусов, в частности от белка С вируса SARS. Как было показано, конечно, небольшие отличия присутствуют, но в целом, что и ожидаемо, пространственная структура является достаточно консервативной и за исключением неких небольших естественно пространственных информационных изменений, она не в целом соответствует пространственной структуре С-белков всех коронавирусов. С точки зрения рецепторной специфичности, то рецепторы у коронавирусов человека разные, в частности для вируса SARS, вируса SARS-CoV-2 и вируса сезонного НЛ-63 основным рецептором является анкинотезин, конвертирующий фермент, о котором уже речь шла сегодня в предыдущем докладе. У других коронавирусов рецепторы другие, например, у вируса МРС, рецептором является белок, где пепсидилпептидаза-4. Для некоторых сезонных коронавирусов также есть и другие рецепторы, это могут быть, в частности, сиаловые кислоты. Таким образом, несмотря на вспышки вызванных занозных инфекций, вызванных вирусами SARS, вирусами МРС, несмотря на то, что сезонные коронавирусы циркулируют в природе и достаточно хорошо известны, в целом данных по этим коронавирусам до появления ковида они были, но недостаточны для того, чтобы для этих вирусов были созданы эффективные или вообще хоть либо какие лекарственные препараты или вакцины. Если про сезонные вирусы вообще в целом внимания уделялся им достаточно мало, то вспышки SARS и МРС действительно позволили инициировать различные исследования, направленные в том числе и на разработку вакцинных препаратов. К сожалению, ни одна из разработок в свое время начатых не была доведена до регистрации. Часть остановилась на стадии доклинических исследований, часть на стадии клинических исследований первой и второй фазы, но зарегистрированных вакцин не было. Это, с одной стороны, не позволило нам быть готовой к текущей пандемии ковид, в той мере, в которой это возможно было бы сделать. Если бы у нас был зарегистрированный препарат против, например, SARS или МРС, мы бы более уверенно подходили бы к разработке вакцины против ковид сейчас. С другой стороны, тот опыт, который был накоплен при разработке вакцин против SARS и МРС, тот опыт, который был получен при анализе сезонных коронавирусов, все-таки позволяет нам иметь определенный задел для того, чтобы как можно быстрее создать вакцину, то, на чем сейчас весь мир и работает. Если мы посмотрим на данный слайд, то есть здесь представлены данные ВОЗ по ландшафту тех вакцин, которые сейчас разрабатываются, данные на 22 июня, и, как мы видим, что в настоящее время 13 кандидатных вакцин находятся на стадии клинических исследований, и 129 вакцинных кандидатов находятся на стадии доклинических исследований. Вот слева на слайде показаны различные типы вакцин, которые разрабатываются. Здесь присутствуют и традиционные вакцины, инактивированные, живые, аттенуированные, белковые, субъединичные, вакцины на основе ДРК, РНК, вирусных векторов. То есть, таким образом, практически все технологии создания вакцин, которые на данный момент известны, они применяются. Да, какая из вакцин, естественно, станет лидером, да, какой из механизмов сработать, рассказать сейчас не можем, но попробуем привести некоторые параллели с теми данными, которые у нас имеются по вакцинам и иммунному ответу для вирусов SARS-CoV-2 сезонных коронавирусов, и те основные моменты, я попробую сакцентировать, которые, на мой взгляд, кажутся важными при создании вакцины, эффективной от коронавируса. Основным антигеном для формирования специфических антител, как я сказал ранее, является S-белок. Известно, что ранозные коронавирусы могут индуцировать кросс-реактивные антитела даже при отсутствии высокой идентичности и последовательности тел без белка. В частности, в одной из работ было показано, что при инфекции сезонным коронавирусом человеку S-43 могут индуцироваться антитела против вируса SARS. И наоборот, в сыворотках пациентов, переболевших SARS, были найдены нейтрализующие антитела к более позднему вирусу MERS. Таким образом, эти выборочные данные говорят нам о наличии некой кросс-реактивности. Здесь на слайде приведена одна из первых работ, где была восстозна криоэлектронной микроскопии структуры вируса, а также была изучена афинность S-белка нового коронавируса с рецептором АЦЕ2. Как было в предыдущем докладе упомянуто, оказалось, что афинность связывания для нового коронавируса на порядок выше, чем для вируса SARS. И, кроме того, в этой работе был проведен скрининг некоторых монокоммунальных антител, которые специфически связывают S-белок SARS. Насколько они будут связывать S-белок вируса SARS-CoV-2. Вот в этой работе оказалось, что связывания не было. Однако со временем стали появляться другие работы, и выяснилось, что все-таки наличие специфических кросс-реактивных антител между коронавирусами SARS или сезонными коронавирусами и вирусами SARS-CoV-2 все-таки существует. Вот, например, здесь представлена одна из последних работ, где было обнаружено моноклональное антитело S-309, которое было идентифицировано из B-клеток памяти, инфицированных вирусом SARS в 2003 году, и было показано, что оно эффективно нейтрализует и новый вирус SARS-CoV-2. При этом, опять же, анализ методом криоэлектронной микроскопии и анализ афинности связывания этого антитела с S-белком показал, что это моноклональное антитело узнает эпитоп, содержащий гликан, который является консервативным у разных коронавирусов. Этот момент интересен тем, что, так как гликан является посттранслюционной модификацией, и достаточно эффективное моноклональное антитело образуется на него, то при создании вакцины хотелось бы, чтобы эти самые посттранслюционные модификации, возможно, они также учитывались, потому что, если, например, будет произведен просто рекординатный белок, который не будет содержать этот гликан, соответственно, вероятность того, что такое вот эффективное моноклональное антитело будет образовываться, она снижается. Вот вопрос кросс-реактивности требует пристального изучения еще и по причине того, что антитела к S-белку коронавирусов могут усиливать патологию инфекции за счет такого явления, как антитело зависимое усиление заболевания. Где-то месяца два назад действительно очень много об этом говорили, сейчас как-то разговоры о том, существует ли АДЕ при коронавирусной инфекции, вызывающей ковид или нет, несколько поутихли, но в то же время ответа, есть или нет этот механизм, на данный момент все равно его никто не может дать, ни положительно, ни отрицательно, потому что требует дополнительного досконального изучения. Феномен АДЕ вообще хорошо известен для различных вирусов, наиболее хрестоматийный пример – это вирус Денге. Но кроме того, в литературе описаны данные по наличию АДЕ для коронавирусов SARS и MERS. Соответственно, можно предположить, что вот этот механизм усиления инфекции может лежать, например, в основе осложненного течения заболевания COVID-19, который может наблюдаться при раннем развитии антителенного ответа, обусловленного B-клетками памяти, потенциальными продуцентами антител к S-белку родственных коронавирусов. С другой стороны, возможность возникновения АДЕ в результате введения вакцины тоже является, наверное, одной из основных опасностей, которые может встретиться при разработке вакцины против SARS-CoV-2. При механизме АДЕ имеющиеся в организме антитела способствуют проникновению вируса в клетки хозяина. То есть они не защищают, а наоборот способствуют тому, что вирус может попасть в клетки организма хозяина. Таким образом, это приводит к усилению инфекции. АДЕ оказывает существенное влияние на иммунный ответ организма и в итоге может вызывать устойчивое воспаление, лимфопению или цитокиновый шторм. Как я уже сказал ранее, АДЕ возникает при предварительном контакте организма с гомологичными антигенными эпитопами, которые присутствуют в белках циркулирующих филогенетически близких вирусов либо в составе вакцинных антигенов. Имеет ли место реально АДЕ в случае SARS-CoV-2 эпидемиологически актуальных коронавирусов человека? Если имеет, то какие молекулярные иммунологические механизмы лежат в основе этого явления? Является, на мой взгляд, одним из важнейших вопросов в области фундаментальной и клинической вирусологии коронавирусов, на которые, я надеюсь, мы сможем получить в ближайшее время ответ. Если говорить в целом об эффективности антительного ответа в отношении коронавирусов, то этот ответ определяется количеством и качеством, то есть нейтрализующей способностью антител. Известно, что высокоафинные антитела, которые распознают специфические эпитопы поверхностных вирусных белков, они могут эффективно блокировать размножение вируса. Вообще, в целом считается, что вирус, нейтрализующий эффект, коррелирует с количеством антител, которые могут покрывать велион, и таким образом коллективно эта эффективность определяется, с одной стороны, концентрацией этих антител, с другой стороны, их афинностью. И в этом смысле, когда стихометрия связывания антител будет ниже некого порога нейтрализации, у нас может этот иммунный ответ быть достаточно слабым и приводить, например, к активации АДЕ аналогичных механизмов. Очевидно, что те антитела, которые будут обладать наибольшей афинностью, могут достичь этого порога при более низких концентрациях, и таким образом могут обеспечивать лучшую эффективность. Соответственно, тот тип вакцин, который используется, одно из основных требований к нему – это дать достаточно большое количество антител, при этом эти антитела должны обладать достаточно высокой специфичностью. Именно вот такой баланс позволит получить хороший эффективный иммунный ответ, который позволит избежать различных осложнений, таких как АДЕ. На это может влиять множество факторов. Та вакцинная платформа, которая используется, путь введения вакцины также может в итоге влиять на ее эффективность. Например, было показано, что по сравнению с внутримышечным, интерназальный путь введения рекомбинантной АДЕ-ассоциированной векторной вакцины, которая кодирует рецептор, связывающий домены с белка, индуцитовал значительно большие титры указального иммуноглобулина в легких и снижал патологию легких при заражении SARS-CoV-2. Таким образом, интерназальный путь вакцинации может иметь определенные преимущества по сравнению, например, с внутримышечным путем введения. Еще один момент, который бы я хотел затронуть, это то, что эффективность иммунного ответа, в первую очередь антительного, будет определяться также правильной, а правильной, значит, той, которая наиболее соответствует естественной конформации антигена. Такая картина очень хорошо известна для вируса иммунодефицита человека, и та информация, в которой будет находиться поверхность гликопротеин ВИЧ, она во многом будет определять, все-таки будет или не будет наличие соответствующих антител. Тоже самое, в принципе, справедливое для всех других вирусных инфекций, естественно, для вируса SARS-CoV-2. Вот здесь вот на слайде представлены структуры С-белка, было показано, что гликопротеин вируса SARS-CoV-2 содержит последовательность расщепления фурином. Так как фуриновые протеазы присутствуют в большом количестве в дыхательных путях, возможно, что эффективность расщепления вот этого С-белка вируса SARS-CoV-2, она будет эффективна расщепляться сразу же после выхода из эпителиальных клеток, что позволяет вирусу эффективно заражать другие клетки. Да, такая ситуация, такой же сайт расщепления находится, в частности, в вирусе в МЕРС. В то же время для вируса SARS гликопротеин не расщепляется при выходе из клетки, расщепление происходит в процессе уже вхождения в новые клетки, и в этом задействованы другие протеазы. Этот эффект очень важен для межвидовой передачи вируса, для эффективности заражения, но в то же время необходимо учитывать наличие вот этих вот сайтов протеолиза и тех протеаз, которые у нас встречаются в организме, при введении вакцины, потому что большинство вакцин содержат либо S-белок, либо какие-то его фрагменты, и, соответственно, правильная конформация, в которой будет этот полноценный, полноразмерный белок S-белок, либо его фрагменты в организме, да, она в частности может зависеть от тех протеаз, которые будут присутствовать при введении этого вакцинного препарата. Вот еще один момент, который хотелось бы остановиться, это то, что в основном много говорится сейчас об оклеточном иммунном ответе, да, то есть тот, который нацелен на образование специфических антител. В то же время важную роль играет и Т-клеточный иммунный ответ на коронавирусы, да. Здесь данных у нас не так много, однако появляются работы, в частности, вот одна из статьй была опубликована в СЭЛ, где показаны различные, показано тот Т-клеточный иммунный ответ, который может наблюдаться при инфекции SARS-CoV-2. Здесь данные получены были на небольшой выборке всего 20 пациентов, но в то же время эти данные, на мой взгляд, достаточно интересны. Было показано, что у выздоровеющих пациентов в 70% случаях наблюдается SARS-CoV-2 специфический CD8 плюс Т-клетки, и у 100%, то есть у 20 пациентов из 20, наблюдается SARS-CoV-2 специфический CD4 плюс Т-клетки. При этом CD4 плюс Т-клеток на S-белок, основной мишень разрабатываемых вакцин, было достаточно сильным, и он коррелировал с титром моноглобулинов G и моноглобулинов A. При этом важным фактором является то, что Т-клеточный ответ реагирует не только на иммунодоминантные белки, такие как S, но и на некоторые остальные белки, вот здесь вот на слайде они представлены. Кроме того, очень важным фактором, который был показан в вышепроведенной работе, это было то, что в популяции неинфицированных вирусом SARS-CoV-2 людей наблюдается специфический CD4 Т-клетки у примерно половины из тех людей, которые инфицировали. Это может свидетельствовать наличие кросс-реактивных Т-клеток между сезонными вирусами и вирусами SARS-CoV-2. Соответственно, если это действительно так, если имеется такая достаточно большая перекрестка кросс-реактивность Т-клеток между сезонными вирусами и вирусами SARS-CoV-2, наверное, это, в общем, очень для нас хороший знак с точки зрения кросс-продективности между коронавирусами. И этот важный факт, который необходимо учитывать при создании вакцин от вируса SARS-CoV-2, но и также вакцин, которые могли бы обеспечивать более широкую протективность против других коронавирусов. Таким образом, те данные, которые у нас имеются сейчас на основе исследований коронавирусов сезонных, на основе исследований коронавирусов SARS и MERS и нового коронавируса, вызывающего COVID, можно предполагать и, наверное, даже утверждать, что определенно существует некая кросс-продективность как между Т-клеточным, так и в меньшей степени, но все-таки она существует и Б-клеточным иммунными ответами между вирусом SARS-CoV-2 и сезонными коронавирусами. Если такая кросс-реактивность не приводит к развитию антителозависимого усиления заболевания или каких-то аналогичных иммунопатологий, то, наверное, для нас это достаточно хорошая новость, в том числе и для тех, кто занимается разработкой вакцинных препаратов. Еще один вопрос, который, наверное, волнует многих, это насколько даже при создании вакцины, когда она будет создана, насколько длительный будет иммунный ответ, который эта вакцина дает. Здесь, опять же, можно обратиться к опыту сезонных коронавирусных инфекций. Вот эти данные были опубликованы в одной статье, хотя она еще находится на стадии припринта, но будем надеяться, что эти данные после рецензирования, они очень действительно сохранятся. Здесь на 10 пациентах на протяжении 35 лет наблюдали, изучали уровень антител к соответствующим 4-м сезонным коронавирусам, а также то, насколько часто происходило реинфицирование. И как вот видите, особенно отчетливо видно на первом слайде, что, судя по всему, хотя 10 пациентов – это, конечно, недостаточная выборка, но, с другой стороны, эти данные позволяют какие-то выводы все-таки делать, говорит о том, что число реинфицированной, оно было достаточно велико. В результате продолжительность естественного иммунного ответа на коронавирусные инфекции, вызванные сезонными вирусами, все-таки невелика. И она длится, по разным данным, от 6 до 12 месяцев. Таким образом, используя эти данные, наверное, можно предположить, что при наличии вакцинации от вируса SARS-CoV-2 ожидать пожизненного иммунного ответа, наверное, будет все-таки сложно. И, скорее всего, длительность будет ограничена. Ну, насколько мы, конечно, можем только предполагать, да, узнаем это только, когда будут получены реальные данные, но в то же время вот эта вот публикация по 35-летнему сроку наблюдения за реинфекциями сезонными коронавирусами, наверное, дает определенную пищу для размышлений. И последний момент, на котором я хотел бы остановиться, он, может быть, не совсем напрямую связан с вакцинами, а связан именно с анализом клеточного ответа на вирус SARS-CoV-2 по сравнению с другими респираторными вирусами. Вот эта вот работа, опять же, была в журнале СЭЛ буквально недавно опубликована и был проведен полноценный транскрипционный анализ как на клеточных, так и на животных моделях, а также на сыворотках пациентов с COVID-19 и сравнивали транскрипционные профили вирусов SARS-CoV-2 с другими респираторными вирусами, в частности, Мерсом, SARS, вирусами гриппа, вирусами парагриппа третьего типа и RSV. И основной вывод этой работы заключается в том, что даже по сравнению с остальными вирусами, SARS-CoV-2 индуцирует очень низкий уровень интерферонов первого и третьего типа и, соответственно, очень низкий уровень экспрессии интерферон-стимулируемых генов. То есть, таким образом, первый механизм противовирусной защиты, это не специфически рожденный иммунный ответ, у вируса SARS-CoV-2 он крайне атенуирован. Но при этом наблюдается достаточно высокий уровень химокинов, что приводит к активации различных провосквалительных цитокинов, такие как интерлекин-6 и интерлекин-1. То, что хорошо описано в клинике, и соответствующие препараты, направленные антитильные, направленные по данным цитокинов, было показано, что могут обладать неким положительным эффектом при лечении COVID-19. Почему этот слайд все-таки привел? То, что основной акцент, на который я хочу сделать, то, что слабый врожденный иммунный ответ будет говорить о том, что при наличии вакцинации вакцина должна быть действительно очень эффективной, потому что надеяться на то, что врожденный иммунный ответ сможет элиминировать вирус, судя по этим данным, скорее всего, не приходится. Поэтому, да, та вакцинация, тот иммунный ответ, который будет вызываться в вакцинации, должен предполагать вот этот вот ослабленный врожденный иммунный ответ при встрече вакцинированного организма с инфекцией. Ну и, наконец, в завершении, на последнем слайде я хотел бы сказать несколько о работах наших, которые ведутся, да. У нас сейчас ведется разработка двух типов вакцин. Первый тип вакцин разрабатывается вне гриппа в лаборатории Марины Стуковой. Да, здесь используется два варианта. Первый, точнее, используется один вариант в качестве вектора, используется атонированный вирус гриппа с делицированным фрагментом гена НС. И рассматриваются два вакцинных кандидата, один из которых содержит фрагменты сайта связывания с рецептором из белка. Этот фрагмент сейчас используется, наверное, в большей половине всех вакцин, которые разрабатываются. А также еще вариант, который направлен на индукцию, в первую очередь, Т-клеточного иммунного ответа. И второй вариант вакцины, который разрабатывается, если первый вариант все-таки более продвинутый, да, ему уже близки к клиническим исследованиям. Второй вариант вакцины – это вакцина на основе самореплицирующейся РНК, сделанной на основе альфавирусного репликона. Здесь также мы рассматриваем вариант использования рецепторов связывающего домена, а также полноразмерного БЛКР. Вот эта работа уже ведется в политехническом университете, но здесь она пока еще находится скорее на стадии неокр, да, но я надеюсь, что тоже какие-то успехи мы достигнем. Почему были выбраны эти платформы? В первую очередь, вирус гриппа является с хорошо изученным вектором, на основе которого уже были сделаны и проводятся сейчас разработки. Он предполагает интерназальный путь введения вакцины, а преимущество этого пути я в докладе тоже в том числе сегодня озвучил. Но опять же, какая из вакцин из разрабатывающих будет эффективна, какая нет, какая реально дойдет до регистрации клинического применения, ну, наверное, мы с вами это узнаем в течение ближайшего года. На этом благодарю за внимание. Спасибо. Ровно по времени уложился.